Всем привет, друзья! С вами Михаил Бичков, сайт videosmile.ru и я приветствую вас на нашем очередном уроке. Сегодня мы будем создавать вот такую вот глич-композицию в After Effects, не используя никаких сторонних плагинов и эффектов, только стандартные средства самого автора. И урок мы также записываем на ноутбуке Acer Aspire V Nitro. Посмотрим, как он будет себя вести с этой композицией. В принципе, она достаточно тяжелая у меня получилась, очень много слоев, очень много шума, наложений, и поэтому даже на моем стационарном компьютере все достаточно медленно вращалось. Ну и в конце еще я проведу небольшие тесты по рендеру данной композиции. Мы сравним данный ноутбук Acer Aspire V Nitro и Mac Pro 2013 года. Посмотрим, как они справляются с этой композицией. Поехали! Итак, начнем мы с того, что научимся создавать вот такие вот карты шумов. В принципе, весь этот урок нацелен на то, чтобы понять принцип их работы и как их можно интегрировать в свои проекты. Давайте создадим новую композицию 1280 на 720, 25 кадров, черный экран. Окей. Назовем ее чуть попозже. И сразу же создаем новый Solid, Ctrl Y, пускай будет просто обычный черный Solid. И накидываем на него эффект Noise. Перетаскиваем. И ничего не произошло, поэтому здесь Amount of Noise выкручиваем до 100 и видим такой стандартный телевизионный шум, который можно наблюдать, когда у вас антенна не подключена. Ну и можно снять галку Use Color Noise. Мне цветной шум не нужен. Мы потом сами все это покрасим. Далее, чтобы получить не такой мелкий шум, а более внушительный, мы накинем эффект, который называется Mosaic. Очень часто используется в гличевой стилистике, так что я советую вам его запомнить. Ставим здесь галку Sharp Colors, чтобы увидеть получше результаты. И он просто берет и высчитывает средние значения яркости пикселей вот в таких вот квадратиках. То есть если без него у нас там было много-много мелких черных и белых и серых, то он взял и получил просто среднее значение. И мы его можем еще регулировать. Здесь количество делений по горизонтали и по вертикали. Давайте в данном случае поставим 1 и 25. И получим вот такие помехи. Если сейчас нажмем Play. то вот так оно все выглядит. Ну, следующий эффект. Немного цветокоррекции. Накидываем кривые. Curves. Перетаскиваем сюда. И делаем обычный S-curve для создания контраста. То есть что-то наподобие вот этого. Без кривых и с кривыми. Можно белого чуть побольше. Так, скроем. Следующий эффект это Turbulent Displace. Чтобы они не были такими идеально ровными. Накидываем Turbulent Displace. Он накидывает такую карту шума поверх всего нашего изображения. И видим, что она сразу же искажается. Но сейчас очень большой масштаб. Поэтому давайте здесь Amount поставим на 50. А Size где-нибудь на 2. И вот получили такие рваные края у наших линий. Здесь можно еще увеличить параметр Complexity где-нибудь до 6. Тогда они будут еще сложнее. Ну да, и кстати, давайте еще Evolution заанимируем. А то он сейчас статичный. А так у нас они тоже будут анимироваться. Можно с альтом кликнуть на эти часы. И написать следующий expression. Time умноженное на 1000. Тогда наш этот шум поверх линии будет еще анимироваться. Следующий эффект Posterize Time. Последний на этот слой. Этим эффектом мы будем управлять временем анимации в нашей композиции. Потому что сейчас он на каждый кадр, видите, генерирует новую картинку. В принципе, в каких-то целях можно оставить и так. Но если хотите, то можно накинув эффект Posterize Time, задать ему свое значение FPS. Здесь можно поставить 9, например, и посмотреть, как это будет выглядеть. То есть видим, что скорость стала медленнее. Если поставить 1, то, видите, он у вас будет очень медленно все это делать. Ну, просто чтобы вы понимали. Так можно вообще на всю композицию adjustment, скажем, кинуть какой-нибудь. И во всей композиции немножко изменить фреймрейт. Так, оставим на 9. Это у нас был с вами первый слой с шумом. И вся магия начинается, когда мы начинаем подмешивать на него какие-то другие шумы. Поэтому давайте сдублируем этот же слой. Ctrl D. И будем снова с ним работать. Параметр Noise я ставлю как был. А вот мозаик изменю. Здесь я поставлю 200. То есть 200 делений по горизонтали. А тут поставлю H320. И вот получаем такую картинку. Далее кривые я оставляю как есть. Пускай здесь все будет то же самое. Turbulence тоже пускай оставим. Ну и по старой ставим, изменим, чтобы он был немного с другой скоростью. Поставлю здесь значение 5. Ну и давайте просмотрим, как это выглядит. Так. И теперь, чтобы видеть два шума одновременно, я просто выбираю этот шум и ставлю ему режим наложения Add. И мы видим тот снизу. Под ним уже. Что ж, двигаемся дальше. Далее я сдублирую опять же вот этот вот нижний. Ctrl D. Нажимаем. И ставлю его сюда. Опять. Он сейчас все перекрывает. Единственное, что я здесь у него изменю, это добавлю эффект, который называется Displacement Map. Еще один эффект, без которых не обходится вообще ни одна гличевая композиция. Накидываем ее. Ну, можно вот перед Post-Rise Time кинуть. Потому что замедление мы будем делать в самом конце. Так. Displacement Map, он у нас строит карту искажений. И с помощью вот этих двух параметров, горизонтальное смещение и вертикальное смещение, по данной карте, которая указывается вот в этом параметре, у нас строится само искажение. Давайте поставим здесь галку Wrap Pixels Around, чтобы у нас были края нормальные. Так. И сделаем здесь по горизонтали мне не нужно. Поставлю 0. А вот по вертикали можно немножко увеличить. Поставлю здесь минус 83. Ну, по крайней мере, в оригинале у меня так было. И вот получили какое-то измененное изображение. Так. И еще одна маленькая хитрость. Можно на этот раз тоже поставить режим наложения Add. Но в оригинале у меня стоял Overlay. И тем самым мы получили более темные линии. То есть у нас есть и оригинальные, есть и мелкие вот эти вот дробления, крапинки. Вот этот вот слой за них отвечает. И теперь появились еще и темные линии. То есть уже эффект смотрится гораздо сложнее, чем он был в самом начале. Ну и мы продолжаем с ним работать. Давайте снова создаем еще один Solid. Хотя нет, давайте использовать предыдущие. Использовать предыдущие. Давайте будем вот этот вот второй. Я его сдублирую. Ctrl D. А то накидывать каждый раз те же самые эффекты, это просто очень долго. Так. И чтобы его видеть одного, я у него режим наложения на секунду уберу в Normal. Тогда мы видим только этот слой. Здесь в мозаике давайте поставим новые значения 216 и 116. Так. Кривые немножко подредактируем. Смотрите, используя вот такой вот график кривых, когда они у вас практически превращаются в линию, мы видим, что мы просто ограничиваем область видимости нашего шума. То есть было вот так. Как только мы сделали ограничение, то появились больше такие черные области, а белые наоборот стали пропадать. Ну и вот этими двумя ползунками можно получить плюс-минус вот такое вот изображение. То есть мелкий шум, который будет тоже участвовать в формировании общей картинки. Так, сворачиваем это, это. Ну, Turbulence оставляем все как есть. Постарай ставим 5. Да пускай так и будет. Меня, в принципе, все устраивает. Просто получили мелкое зерно. Давайте поставим снова режим наложения Add. Посмотрим на эту картинку еще раз. То есть еще сложнее получили форму. Опять дублируем эту форму. Ctrl-D. Можно на этот раз сделать режим Solo. И здесь все, что я изменю, это только значение мозаика. Поставлю здесь 100 и 250. И мы получили тоже мелкую такую стружку, но еще и вытянутую, видите, в бока. И если вам не нравятся вот такие вот формы, которые напоминают немножко волны или какие-то облачка, то можно отключить вообще эффект Turbulence Displace, и тогда вы получите монолитные такие блоки. Можно, кстати, это сделать и на предыдущем варианте, чтобы получить квадратики. Да, давайте оставим так. Ну и самый последний эффект. Давайте я снова сдублирую вот этот вот предыдущий. Ctrl-D. И опять же сделаю ему Solo. Здесь мы оставляем снова все как есть. Меняем только мозаик. Здесь давайте поставим 1 и 25. Посмотрим, что у нас выходит. Вот такие линии снова появились. Постараюсь, можно увеличить. Давайте 10 поставим. Чуть побыстрее их сделаем. Так, кривые здесь вообще убираем. Они нам не нужны. Turbulent Displace. Ну, смотрите сами. Если хотите, можно оставить. Хотите, можно убрать. И перед постарайстайм мы накинем еще два новых эффекта. Первый из них называется Noise Alpha. Кидаем его сюда. И здесь опять же Amount сейчас стоит на нуле. Мы ничего не заметим. Если вы начнете поднимать, то вы увидите, что внутри наших линий снова образуется мелкий шум. То есть мы сами линии получили из этого шума. Но еще и теперь внутрь этих линий можем загнать новую карту шума. Здесь у меня в оригинале стояло какое-то чересчур большое значение 804. Ну, давайте сохраним исходные значения. Так, здесь Clamp. Все так. Scale. Ну-ка, давайте посмотрим. Да, вот, кстати, давайте поставим следующие параметры Scale и Clip. Они более контрастные и такие, мне кажется, более гличовые. То есть видите, у них края везде идеально ровные, вырезанные. Так, но это еще не все. Следующий эффект, который мы накинем, это Matte Choker. Тоже накидываем его после Noise Alpha. И сразу же все пропадает. Чтобы хоть что-то увидеть, вот этот параметр Geometric Softness понести где-нибудь до единички. И тогда вместо нашего мелкого шума мы получим тоже шум, но при этом с такими выеденными как бы частями. И выглядит это следующим образом. В принципе, вот еще один вариант, как можно получить мелкую такую рябь на наших линиях. Все это заставляет полностью весь стэк этих слоев выглядеть гораздо интереснее, чем если бы вы использовали обычный какой-нибудь Turbulent Noise или обычный Noise вообще без всяких эффектов. Так, я сейчас это все скрою. Ну и давайте посмотрим, как это все выглядит в самом-самом конце. Вот такую вот карту шума мы получили. Это самая первая карта, которую мы сегодня будем использовать. Я думаю, в итоге у нас где-то 3-4 штуки должны получиться. И потом из всего этого мы будем собирать уже такой слоеный пирог, композицию итоговую. И видите, что вроде бы композиция простая. Всего лишь здесь 6 слоев, но компьютеру уже приходится немножко подключать вентиляторы, чтобы все это прогрузить и проиграть. То есть ему требуется некая операционная мощь. У меня, например, на Macintosh, когда я все это рендерил уже в финалку, я вам покажу в конце теста, где-то 3 секунды, по-моему... Ух, не хочу соврать. По-моему, минут 20 рендерились. Ну то есть здесь в конце получится очень тяжелая композиция. Поэтому мы и создаем как бы стил. Потому что если все это делать еще и в анимации, то это будет ого-го, как тяжело. Итак, давайте переименуем эту композицию. Что-то более понятное. У нас это будет Noise Map, то есть карта шума 0.1. Окей. Можно вернуться в окно проекта, взять, сдублировать ее и зайти уже в дубляж. То есть мы создали независимую копию. Это у нас всегда останется. Заходим. Ну и давайте начнем заново. Я удалю все, кроме первого слоя. Delete. Заходим в настройки эффектов. Здесь опять же Noise тот же самый. Мозаик давайте теперь поставим здесь 222. Кривые оставляем как есть. Turbulence все то же самое. Постройство ставим. Ну давайте чуть-чуть увеличим. Десятку сделаем. Так, получили вот такие тонкие линии. Опять берем этот же слой. Чтобы не начинать все с нуля, мы будем постоянно дублировать. Ctrl D. Здесь у меня Noise. Мозаик теперь ставим 1. Здесь 7. То есть получили такие большие толстые блоки. Уже вот с такой анимацией. Все то же самое оставляем. Меня все устраивает. Постарайся ставим. Чуть-чуть изменю. 9 обратно сделаю. Просто чтобы они отличались по скорости анимации с предыдущим слоем. Так, опять дублирую эту заготовку. Да, кстати, можно включить режим Add и посмотреть. Вот так оно сейчас все выглядит. Так, дублируем второй слой. На секунду убираю в Normal, чтобы видеть только его. Здесь Мозаик меняем 176. И получаем такие мелкие деления. Опять же делаем кривыми ограничения видимости. Вот так примерно. Все оставляем и делаем постройку. Ставим какой-нибудь другой. Я пятерку поставлю. Так, и последний раз дублируем этот слой. Ctrl-D. Здесь у меня... Я сделаю старую карту, как у меня и была. По кривым. Мозаик 1.14. Вот такие вот линии. Постарайся ставим. Поставлю на семерку. И чтобы опять же увидеть все это вместе, я у последнего слоя поставлю режим Overlay. Так, сейчас у меня там за окном проедут байкеры. Конечно, зимой было полегче записывать. Никто не ездил с таким шумом, по крайней мере. Так, и здесь уж еще у одного слова Add. Слоя, точнее. Ставим. И давайте посмотрим, что мы имеем. Вот такую вот карту шума получили. То есть здесь мы видим гораздо больше тонких линий. Каких-то мелких детальных элементов. В принципе, вам никто не мешает еще потом поверх всего этого накинуть, скажем, Adjustment. Layer New Adjustment сделать. Так, я его потерял на секунду. И накинуть какой-нибудь Noise Turbulent. Сейчас это для урока не надо делать, но просто к тому, что можно еще потом все это дело изменить на таком уровне. Ну и получить какое-нибудь забавное значение. То есть либо какую-то нереальную форму, которую вы руками никогда бы в жизни просто не получили. Вот так вот. И все это еще заанимировать, чтобы оно как-нибудь булькало и колыхалось. Вот вся работа с шумами, она, конечно, прикольна тем, что все это автоматически делается. То есть вы настроили 2-3 параметра, и потом за вас After Effects по этим картам строит какие-то непредсказуемые результаты. Ладно, давайте я удалю этот Adjustment. Эту композицию, давайте Ctrl-K, я называю Noise Map 0.2. Мы переходим с вами к следующей карте. Так что давайте новую композицию. Хотя, знаете, давайте опять сдублируем. Мне сегодня лень создавать что-то все с нуля, поэтому я буду все дублировать. Что я вам советую? Заходим в Noise Map 0.3. Здесь у нас видим все те же самые слои, как и в первой композиции. Именно ее я сдублировал. То есть здесь мы оставляем все как есть. И теперь, чтобы получить какую-то другую новую карту шума, я воспользуюсь картой смещения, или эффектом Displacement Map. Для этого я создам новый Adjustment Layer, то есть слой, который у нас на все под ним будет влиять, и накинул сюда эффект Displacement Map. Карта смещения, которая по черно-белой карте будет у нас как-то строить искажения. То есть, когда он использует стандартные значения, то получается не очень красиво. Хотя тоже уже что-то новое. То есть вот без него и вот с ним. Но самое прикольное, если создать свою собственную карту искажений для этого. Так что давайте создаем здесь новый Solid. Ctrl-Y. Снова он 1280-720, черный. Окей. И сразу же берем и объединяем его в пре-композицию. Ctrl-Shift-C. Нажимаем. Выбираем галку Move All Attributes обязательно. И здесь пишем, ну давайте, Mosaic Noise. Не знаю, в оригинале он у меня так назывался. То есть здесь нет никакой магии за названиями. Просто я их так тогда назвал, и поэтому сейчас тоже называю. Так, нажимаем ОК. И заходим в эту композицию. Здесь на этот Solid. Снова накидываем эффект Noise. Генерируется у нас карта шума. Снимаем галку Use Color. Следующее, естественно, накидываем Mosaic. Только не перепутайте, это Mosaic не из Animation Presets, а именно из вкладки Stylize. Накинули Mosaic. Здесь ставим галку Sharp Colors. Тут значение давайте 15. Ну пускай будет 20. Такие более-менее квадратные формы получаем. Ну и естественно накидываем Posterize. Posterize Time Effect. Тоже не перепутайте с обычным Posterize. Накинули Posterize Time. Здесь получили значение... Давайте 5 поставим пока. Потом посмотрим. Так, и теперь хитрость здесь будет в том, чтобы вот эти вот значения Horizontal Blocks и Vertical Blocks у меня изменялись. То есть сейчас они у меня постоянные, и карта шума хоть и меняется, но при этом характер значений не особо изменяется. Чтобы это сделать, воспользуемся экспрессионами. Сальтом кликаем по часикам напротив Horizontal Blocks. И здесь пишем Random. Круглые скобки. То есть запускаем функцию рандома и указываем промежуток от 10 до 50. Так, копируем это. И вертикальные блоки то же самое. Ctrl-V. Можно здесь изменить от 20 до 40, скажем, сделать. Ну, чтобы чуть-чуть по-другому это все было. И видите, теперь моя карта еще изменяется во времени. То есть помимо того, что меняется характер распределения этих точек, черных и белых пикселей, то еще они растягиваются или сжимаются. В принципе, прикольно выглядят. Я еще могу их заставить ускоряться и замедляться в различные времени. Для этого накину тот же самый экспрессион на Posterize Time, на его параметр Frame Rate. Сальтом кликаем по часам. И здесь я напишу Random от 1 до 5. И он то ускорится, то замедлится. Далее мы дублируем снова этот слой. Ctrl-D. И единственное, что я здесь сделаю, то есть изменять все вот эти значения не буду. Просто отмасштабирую его. То есть поставлю режим наложения Add, чтобы мы видели сквозь него тоже. И увеличим, сделаем еще большую карту, ну где-нибудь 300%. Вот, получаем следующим образом шум. И дублирую еще разок самую нижнюю заготовку, ставлю ее наверх. И здесь ставлю режим наложения Overlay. Давайте посмотрим. Вот такая вот карта. Ну сейчас очень быстро. Поэтому, чтобы замедлить все вместе, создаю Adjustment. Ctrl-Alt-Y. Нажимаю. И накидываю сюда наш Posterize Time. И здесь выставляем значение 7. Давайте посмотрим. Ну да, пожалуй, немножко поинтереснее выглядит. Можно еще изменить вот у этого последнего шума. Если два раза нажать E, он нам покажет все экспрессионы. Можно изменить вот эти значения рандомизации. Здесь давайте поставим, например, 50, 100. То есть от 50 нижний порог и до 100. А здесь от 100 до 50. Не знаю, мне вот так вот в голову сейчас пришло. Почему бы и нет. То есть чуть-чуть характер поменяем, чтобы не совсем идентичная копия нижнего слоя была. Окей. Давайте сохранимся на всякий случай. Ctrl-S. Возвращаемся обратно. Все, мы получили вот эту вот карту шума. Здесь у нас есть Adjustment, на котором у нас стоит Displacement Map. И здесь я указываю вот этот вот Mosaic Noise. Указываю. И сам Mosaic Noise мне не нужен. Я его выключаю. Он у меня используется только для создания помех на вот этом вот уже готовом шуме. И здесь у меня следующие значения в оригинале стояли. По горизонтали смещение у меня какое-то дикое было. Тоже 827. А по вертикали было аж 1315. Так, секундочку, я не туда улетел. 1315. Не переборщил ли я? Ого. Вот такие вот значения получили. И давайте снимем галку Wrap Pixels Around. Тогда, видите, наша карта будет неравномерна. То есть в ней появятся огромные участки пустоты. Ну и это придаст ей какой-то аутентичности. Знаете, порой кажется, что там целый город прорисовывается. Ну, вид сверху я имею в виду. Настолько непредсказуемый шум. Видите, какие-то прямые углы. Пиксели, квадратики маленькие. Очень прикольно выглядит. Во. Вот это как будто бы план какого-то дома сверху. Меня почему все это радует? Потому что мне как-то пришло в голову создать свои шумы такие с помощью иллюстратора. То есть нарисовать прямоугольничками всякими, квадратиками, кружками. Ну, в общем, я посидел один вечер и понял, что художник из меня не очень. Поэтому пошел в After Effects и вот здесь вот намастерил такие штуковины. Да, компьютер у меня, конечно, сейчас достаточно сильно взвыл. Даже в игрушках такого звука не было. В играх он вообще, кстати, тихий. Я вот попробовал в Battleground поиграть. Кстати, единственная игра, друзья, которая в альфа-версии очень играбельная. Относительно всех других тайтлов, которые выходили в альфе. Большинство из них, конечно, так и остались в нереализованном формате типа Days. А здесь Battleground вышел и прям очень-очень круто. И на этом ноуте у меня FPS вообще не проседает. В отличие от моего старого ноутбука. Поэтому мне очень жалко будет с ним скоро расставаться. Я уже даже привык немножко. Ладно, хватит про игры. Работаем дальше. Так что создаем новую композицию. Называем ее Mix Noise. То есть это у нас будет смесь всех тех шумов, которые мы создавали до этого. Ну все то же самое. 1280, 720, все как обычно. Так, ну и давайте подумаем, что мы сюда будем закидывать. Давайте кинем сначала Noise Map 0.3. И немножко ее подредактируем. Первое, что я кину сюда, это эффект кривые. С помощью них опять же я буду делать немножко поконтрастнее все это дело. Давайте как-нибудь вот так вот сделаем. То есть вот до, вот после. Видим, что те части, которые были светлые, они стали еще светлее. А совсем темные пропали. Это первый эффект. Следующий. Накидываем сюда CC Toner. Эффект для разукрашивания. Очень мощный. Опять же, он разукрашивает на основе вот этих вот правил. То есть если у вас стоит изначально 3 тонн, у вас есть 3 источника. Это тени, средние оттенки и хайлайты. То есть по черно-белой карте, используя вот эти цвета, он разукрашивает. Но мы будем использовать Duatone, то есть 2 оттенка. Хайлайт у меня будет следующий, первый. Значит, такой код вы можете себе ввести 0CB8FF. Окей. И нижний у меня будет 009804. Это чисто вот эти вот оригинальные цвета. Так, окей. И последний эффект, который у меня сюда был накинут, это эффект Glow. Для создания таких ярких, контрастных пятен. Ну и для того, чтобы немножко это все подсветить. Здесь давайте немножко пониже сделаем threshold параметр. Поставим где-нибудь на 24. Радиус поменьше на пятерку. Ну и интенсивность оставим на единице. Пускай так оно и будет. Так. Теперь давайте сдублируем этот noise map03. И чтобы они не стояли на одном и том же самом месте, я просто немножко сдвину вот этот noise чуть-чуть назад. Вот таким вот образом. То есть вот у нас старый, а этот от него немножко отличается во времени. Если сейчас проиграем, то вот такую картинку видим. И здесь у нового noise я ему сделаю solo. Все, что я изменю, это немножко цвета подправлю. У меня здесь они были следующего характера. Значит 0, C4, 5, FF. Окей. А здесь было 0, 0, 98, 52. В принципе, можете брать свои. Здесь уже необязательно следовать моим каким-то указаниям. Цвета и стилизация всегда остаются за вами. И вот такую вот картинку мы на данный момент имеем. Так. Теперь давайте закинем сюда noise map1. Где она у нас? Вот она. Так. И теперь я хочу вот эти два шума исказить при помощи вот этой вот карты. То есть мы специально сделали набор таких вот заготовок, которые можно где угодно использовать. Их можно кидать на видео. С помощью них можно искажать фотографии, футажи какие-то. Но в данном случае мы будем искажать вот этот вот шум с двумя нижними файлами. Для этого снова создаем adjustment. Ctrl-Alt-Y. Кладем его сюда. И я применяю эффект displacement map, карту смещения. И указываю здесь эффект noise map01. Он должен быть выключен, потому что он сам не применяется у нас здесь. Он только участвует в искажении вот этих двух слоев. Здесь можно поставить галку reppixels. Ну и давайте посмотрим. Вот, кстати, уже забавные такие результаты получаются. Ну и давайте оставим значение. 485 у меня было. И здесь было 1185. Далее дублируем этот adjustment. У нас все еще сильнее становится. Но здесь я воспользуюсь следующим. Пока, кстати, можно выключить. Давайте закинем сюда еще один noise. Этот на этот раз будет Mosaic noise. Вот этот, который мы собирали. Мы его тоже уже использовали в качестве карты смещения. Закидываем его в нашу композицию. Выключаем. Опять же, он будет использоваться только на этом adjustment. Включаем adjustment. И здесь я у него указываю Mosaic noise. И получаем еще более детализированную карту. Опять же, те же самые настройки. Я даже ничего не стал менять. И выглядит это уже все следующим образом. Далее, сверху накидываем. Давайте вернемся сюда. Ну, предположим, noise map 1. Можно, кстати, сменить режим наложения. Я обычно играю с режимом наложения следующим образом. Выбираете слой. Вот когда вы не знаете, какой вам нужен режим наложения. Просто выбрали и начинаете нажимать shift plus. И After Effects за вас прощелкивает, видите, по всем режимам наложения. И, возможно, какой-то один из них вам подойдет. Я не люблю запоминать, честно, какой там категории, какой режим наложения относится. Это, на мой взгляд, очень геморрно и абсолютно не нужно. Наоборот, всегда эксперимент гораздо лучше, чем просто тупое заучивание. Так что здесь у меня в оригинале стоял Vivid Light. Вы можете выбрать свой. Это не принципиально. Но я остановлюсь на нем. Далее, сверху накидываем solid. Ctrl Y. Нажимаем и называем его градиент. Это у нас будет градиентная заливка. Поверх. Чтобы у нас появился градиент, накидываем эффект Gradient Ramp во вкладке Generate. Давайте здесь поставим радиальный градиент. Сделаем swap colors, чтобы у нас светлый был в середине. Ну и просто вот так вот размоем немножко этот градиент. А цвета у нас будут следующими. Значит, здесь, опять же, по вот этому 16-ти ричному коду. E0, F6, F, F. Вот такой вот светло-светло-практически бело-глубой оттенок. Окей. А темный будет... Я даже забыл, какой, кстати, он у меня будет. По-моему, фиолетовый. B8, 0, 0, E6. Окей. Опять же, можете выбрать свои. Не принципиально. И тут ставим режим наложения на... Давайте прощелкаем, посмотрим, кстати, какие подходят. Может быть, найдем свой собственный прикольный. Так, вот парочку забавных было. То есть видим, да, они все немножко по-другому. Вот, кстати, тоже забавный. Очень такой цветастый. По-другому раскрашивают нашу картинку. В оригинале у меня был классик Color Burn, поэтому я остановлюсь на нем. И получаем вот такую вот штуку. Хотя нет, здесь, по-моему, кстати, был обычный Color Dodge, может быть, даже. Да, больше походит. А сверху у меня еще лежал один Noise. По-моему, Noise 02. Мы его не использовали, да? Да, давайте накинем. Noise 02 сверху. И вот он как раз уже был в режиме Classic Color Burn. Ого, вот это уже ближе. То есть видим, мы просто собираем из заготовок, которые мы делали на первом этапе, собираем такой микс. Здесь нету никаких принципов по построению композиции. То есть здесь вы просто смотрите, как вам нравится, и все. Нету главного порядка. То есть Noise Map 03 можно спокойно было заменить на Noise Map 01, или 03, или 02, или Mosaic Noise. Тут непринципиально. И вот мы получили какую-то такую картинку. Давайте сравним ее с оригиналом. У меня здесь во вкладке проект есть оригинал. Значит, это у меня был Mix 04, по-моему, если не изменяет память. А, нет, Mix 01. Вот он назывался. Ну да, кстати, очень похоже. Очень похоже. Так, здесь у меня Black Solid был в Classic Color. Ну-ка, на секунду, в какой он был. А, просто в Color Dodge. Ну, давайте это изменим тогда. Здесь Classic Color Burn все правильно, и Vivid Light стоял. Вроде бы все как должно быть. Возвращаемся к нашей карте. Так, Color Dodge, да, все так. В принципе, друзья, все готово. Но с этой картой мы уже практически завершили. Давайте теперь из этой композиции создадим новую. Берем, перекидываем ее на иконку новой композиции. Так, сейчас я вытащу только из этой иерархии все это дело. Ну, и называем это как-нибудь Mix Сцена. Потому что здесь мы уже будем выставлять камеру, выставлять все слои в трехмерном пространстве. Поэтому логично ее так назвать. Выбираем Mix 01, который у нас тут есть. Давайте нажмем F4, либо вот на эту большую кнопку. И включим трехмерный свитч, чтобы у нас это был трехмерный слой. И прежде чем поворачивать камеру как-нибудь, давайте еще накинем парочку эффектов. Первый эффект это Set Matte, который, с помощью которого, точнее, мы сможем отделить черные пиксели от прозрачного фона. То есть мы сможем сделать там, где у нас черные пиксели, у нас будут прозрачные пиксели. Здесь просто нужно поставить Luminance. И вот можете убедиться, что у нас чернота вся пропала. Но при этом мы потеряли немножко в контрасте. Давайте его восстановим. Для этого накидываем сюда эффект Curves, кривые. Выбираем здесь канал. Если для этого мы работали с RGB, то я на этот раз выберу Alpha, потому что именно ее мы сейчас, по сути дела, вырезали из картинки. И здесь вот можно взять эту верхнюю точку. И если начать тянуть влево, то, видите, мы начинаем возвращать цвета, яркость и контрастность в наше изображение. При этом сохраняя, видите, сохраняя эти вырезы. То есть вы всегда можете там, где у вас черные или белые пиксели, получить маску. Вот такая вот штука у нас получается. И давайте еще накинем один эффект, который называется Motion Tile. Для чего мы это делаем? Смотрите, сейчас, когда мы поставим как-нибудь камеру, ну даже если сейчас поставить здесь режим, точнее выбрать камеру и поставим Custom View 3, то вот видим, что у вас слой будет немножко обрезаться. Только если при большом каком-то приближении, вот таком, тогда вы полностью будете его видеть. А здесь нам нужно продлить эти края, поэтому нам на помощь придет как раз эффект Motion Tile, с помощью которого создаются бесшовные текстуры. То есть мы их вот так вот будем растягивать. Здесь у меня было в оригинале значение 1500. Хотя может быть и не надо такое большое. 500 поставим. Так, а вверх стояло аж 2000. Давайте попробуем тоже 500. Вроде бы нормально получается. Не знаю, зачем у меня такие большие значения стояли. Но здесь еще можно поставить значение Full на секунду. Вот, кстати, он уже начинает задумываться, потому что видите, какая детальная карта. Здесь можно поставить галочку Mirror Edges, и тогда у вас будут отзеркальные края. Но в данном случае, то есть обычно, когда я использую этот эффект, я ее всегда ставлю. Здесь, мне кажется, не нужно, потому что наоборот, вот эта вот нечеткая граница, она создает какой-то хаос. И карта кажется действительно бесшовной. Так, это у нас был Mix 0.1. Давайте я все сверну. Дублируем его, Ctrl D, то есть создаем копию того же самого эффекта. Так, и здесь единственное, что я изменю, это накину сюда эффект Hue Saturation, чтобы немножко перекрасить. Да, кстати, давайте еще проверим по позиции, где они у меня располагаются. Сейчас мы просто включили трехмерное пространство для них. Если я нажму P, P и здесь, и на этом слое, то вот у них одинаковые координаты. Давайте для второго изменим. У меня в оригинале здесь он был немножко сдвинут по Z. Давайте сейчас посмотрю. Мы где-то на двадцатку, на восемнадцать с половиной, если быть точным. По Z, то видите, мы создаем небольшое отставание. Если приблизиться, то у нас как будто бы уже такое фейковое трехмерное пространство получается. Ну, можно даже больше. То есть здесь уже от вас зависит, как вы хотите это сделать. Можно свои собственные значения задавать. Снова дублируем. Да, забыл еще по Y. По Y у меня стояло 282. То есть чуть-чуть вверх он был приподнят. Теперь этот я удалю на всякий случай. Вот этот слой уже дублируем с измененными координатами. Вот. И теперь давайте поиграемся у этого тоже с позицией. Здесь у меня будет стоять где-нибудь 100. То есть мы назад его отодвинем. И вот сейчас, если вы камерой полетаете, то уже интересная такая картинка получается. То есть осуществляется эффект параллакса, когда слои удаленные двигаются с другой скоростью. И мы видим как бы наше фейковое трехмерное пространство. Далее что можно сделать? Можно Mix 01 немножко изменить по Hue Saturation. То есть задать ему другой тон. Видите, он начинает перекрашиваться. У меня в оригинале стояло где-то 73. Такой вот ярко-фиолетовый. И здесь на последнем стояло... Давайте сюда опустимся. 140 или 113. Сейчас я не могу разглядеть. Не, наверное, все-таки не 140. Скорее 113. Вот такой вот цвет. Ну и просто получили разноцветную картинку на этот раз. Уже не черно-белую карту, а видим такую очень цветастую. И при этом, видите, если я нажимаю Play, то у меня на каждый кадр строится и генерируется новая карта шума. То есть каждый кадр мы получаем что-то уникальное. Это, конечно, очень здорово. Далее давайте импортируем в сцену камеру, чтобы уже летать в настоящем трехмерном пространстве. Идем в Layer, New, Camera. Выбираем пресет 24 мм. И здесь включаем галку Enable Depth of Field, чтобы была глубина резкости. И нажимаем ОК. Так, чтобы посмотреть через нашу камеру, выбираем здесь Active Camera. И вот она сейчас смотрит идеально ровно на нашу плоскость. Мы можем, в принципе, отлететь, поворачиваться. И вот таким вот образом выглядит наша сцена. В принципе, если прилететь, то вот вы увидите здесь очень-очень много всяких мелких деталей и шурешек. Можно еще выбрать вот эти два слоя и их немножко отодвинуть на таймлайне. Либо назад, либо вперед. И получить какую-то такую свою собственную новую последовательность. Так, давайте раскроем камеру. Трансформация. Ну, вид вы можете камеры настроить как вам угодно. У меня он был в оригинале где-то сбоку. Вот здесь вот. Опять же, я воспользуюсь своей шпаргалкой и посмотрю, какие у меня там стояли значения. Значит, Point of Interest у меня был следующий. Так, 696.7. По Y стояло 342.9. И здесь по Z 22.1. А по позиции у меня было 1092.2, 756.6 и минус 610.9. Вот такое вот расположение камеры. Если вы видите, у вас здесь слева небольшой треугольник появился, ну, ничего страшного. Вы можете, в принципе, продлить ваши шумы. Зайти сюда в настройки, в Motion Tile и Height увеличить, например, на 750. Здесь и у остальных тоже. И, вы видите, уже требуется немножко времени подумать, чтобы обновить сценку. Все сложнее и сложнее становится. Теперь осталось добавить сюда текст. Давайте выбираем инструмент. Горизонтальный Type Tool. И пишем здесь что-нибудь типичное по типу glitch. Или что там обычно в таких работах надо писать. Выбираем здесь Ctrl-Alt-Home, чтобы Anchor Point в центр перенести. И нажимаем Ctrl-Home, чтобы перенести просто в центр композиции. И делаем его 3D сразу же. Так, размер шрифта. Давайте поставим побольше, где-нибудь 250. Воу, вот это он сильно улетел. Давайте я его немножко назад отодвину. Чтобы он все-таки вписывался в композицию, можно на всякий случай включить Title Action Save. Ну и вот немножко сюда его пододвинуть. Плюс-минус так, я думаю, будет нормально. Теперь давайте прикомпозим, чтобы не работать с голым слоем. Ctrl-Shift-C. Ну и называем это как-нибудь там Text Noise. Clitch. Чтобы было понятно. Заходим в эту композицию. Да, кстати, вот ее уже как раз придется сделать трехмерной. А то ничего не получится. Заходим сюда. Здесь нам... Сейчас, секунду, если я нажму. Можно убрать трехмерный switch, чтобы слой был обычный. Но единственное, что я сюда добавлю, это немножко шумов. Первое, давайте перенесем сюда Noise Map 02. Закинем. И также... Так, что он не закинулся? Также создадим Layer New Adjustment Layer. Этот я выключу. И воспользуюсь этим слоем как картой для смещения. Выбираем Displacement Map. Применяем. И выбираем здесь Noise Map 02. И выбираем следующее значение. Здесь можно немножко в отрицательную даже сторону уйти. Поставить, например, минус 123. Вот такое вот значение. Так, а здесь у нас... Ну, пускай будет... Нет, не 121. Так. Noise Map 02. Может быть, кстати, другую карту использовать. У меня же была какая-то крутая карта. Во! Вот это. Давайте лучше Noise Map 03 будем использовать. Да-да-да. Кстати, чтобы перезаменить слой, достаточно просто выделить его здесь. Здесь. Перетащить то, на что мы хотим заменить. Зажать Alt. И у вас все это перезаменится. Вот, да. Теперь шум, видите, такой более детальный, что ли. Отдельные кусочки прям летают вокруг нашего текста. Так. Выделяем все это. И снова прикомпозим. Ctrl-Shift-C. Называем текст... Ну, просто текст. И давайте сюда еще один Adjustment. Layer New. Где у нас там? Adjustment Layer. И на второй закинем... Можно, конечно, из этих нойзов выбрать. Но давайте создадим новый. Layer New Solid. По-быстренькому. Так. Накидываем сюда Noise. Заодно укрепим эту технику. Так. Ставим 100. Снимаем галочку. Накидываем Mosaic. Эффект. Sharp Colors. Здесь выбираем один. Например, 222. Получаем вот такие вот линии. Так. Не 22, а 222. Я хочу их потоньше сделать. Во. Отлично. И теперь здесь снова закидываем на этот Adjustment эффект Displacement Map. Еще разок. То есть еще теперь уже на эту смещенную композицию мы накидываем еще один эффект Displacement Map. И здесь выбираем снова Black Solid. Хотя, видите, он не сработает. Если так не подхватывает, то есть не видит это искажение, видите, не получается. Значит, нужно прикомпозить. Поэтому выбираем наш Black Solid, Ctrl-Shift-C. Ну, я оставлю точно так же. Мне уже лень придумывать название. Все эти бличи, нойзы, мэпы и прочее по сотому разу. И здесь указываем этот слой. И вот теперь уже видим, что все сработало. Так. Тут я... Тут, кстати, цвет не важен. Он все равно берет по черно-белой карте. Потому что у нас цвета никакого нету просто в сцене. И здесь я поставлю смещение. Давайте минус 15 где-нибудь в сторону немножко. Можно вверх-вниз, но... Видите, у нас получаются небольшие артефакты здесь. Уже, мне кажется, это перебор. Поэтому оставим только тут. Здесь можно в ноль вообще убрать. Так. Получили вот такую вот карту. Ну и теперь все это можно закинуть в нашу композицию. Проверить, как у нас здесь это обновится. Единственное, мне не нравится шрифт. Он какой-то очень с засечками. Вообще не в тему нашу. Поэтому давайте выберем другой шрифт. Надо было сразу это, правда, сделать. Я использовал шрифт, по-моему, стандартный. Windows называется Segoi UI. Вот он. Segoi UI. И, по-моему, начертание Semibolt. Если мне не изменяет память. Да. Вот это начертание. Так. Выходим обратно. И вот такой вот текст получили. Давайте посмотрим координаты по позиции 640, 360. Теперь дублируем этот текст. И позицию у него ставим здесь минус 5. А режим наложения, если нажать F4, они покажутся на overlay. И у нижнего, кстати, тоже я поставлю режим наложения на overlay. Так. Снова дублируем. То есть мы сейчас сделаем такое фейковое выдавливание. Здесь поставим минус 10. Еще раз дублируем. Будет, соответственно, минус 15. Еще разок. Минус 20. И последний, наверное, раз минус 25. Во. Вот так вот сейчас все это выглядит. 6 копий, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И последний раз дублируем. Здесь оставляем режим наложения normal. То есть мы как бы сделали слоеный пирог из этих гличей, которые отстают друг на друга на 5 пикселей по оси Z. Единственное, мне не получится его раскрасить в разные оттенки, потому что сейчас он залит одним цветом. И даже если я применю какой-нибудь эффект по типу тритона, то ничего не получится. Видите, не срабатывает у меня. Сейчас давайте это удалим. Вот. Поэтому здесь придется применить одну хитрость. Давайте вернемся в окно проекта. Найдем, где у нас находится этот пресет, эта заготовка. Так. Reveal Layer Source and Project. Вот она. И давайте сдублируем. Создадим независимую копию. Зайдем сюда. Здесь у нас есть вот этот вот файл текст. Его я тоже найду в проекте. Так. Reveal Layer Source and Project. И тоже сдублирую. Получили текст 2. И здесь я заменю вот этот вот текст на текст 2. С альтом перетаскиваем. Вот так вот. Так. Здесь внутри у меня ничего не надо заменять. То есть мы создали, по сути дела, две независимые композиции. Если бы мы просто один раз сдублировали здесь, то у нас бы все равно текст ссылался бы и на эту композицию, и на эту. А теперь они две абсолютно независимые. Заходим, значит, вот в этой новой композиции, где у нас текст. Так. И здесь давайте создадим Ctrl-Y, Solid. И накинем сюда эффект Fractal Noise. Тоже генерация шума. Покажу, как из него сделать такой блочный вариант. Выбираем Noise Type Block. Теперь нам не нужны вот эти вот все шумы в шумах, так сказать, когда у вас один квадрат делится на кучу мелких. Это вот отвечает за это функция Subsettings, то есть под шум. Можно здесь его уменьшить, вообще поставить в ноль. И тогда получим обычную пиксельную сетку. Черно-белую и с различными градациями серого. Так. Раскрываем Transform. Здесь снимаем галочку Uniform Scaling и Scale Width ставим на 10 000. Получаем вот такие вот бегущие линии. Опять. И осталось это все дело как-то проявить внутри нашего текста, поэтому можно положить под низ, вот сюда. И здесь нажать, сейчас секундочку, где у нас эта кнопочка, вот сюда. И тогда наш текст будет проявляться только внутри наших букв. Ну и можно еще все это дело сжать, так чтобы мы видели вот эти вот черно-белые полосы. Настройки контраста и Brightness. Давайте посмотрим. У меня, значит, в оригинале здесь стояло 288, а Brightness минус 32. Так, и чтобы это все двигалось, я заанимирую параметр Offset Turbulence. Поставим здесь ключевой кадр, нажмем U. Сместимся где-нибудь через 5 кадров вперед и немножко приподнимем все это движение. Так, и чтобы он продолжал двигаться, напишем Expression. Сальтом кликаем по часам и пишем Loop Out. Круглые скобки, Continue. То есть продолжая двигаться с той же скоростью, как и в последнем ключевом кадре. И вот получили такую анимацию. Можно ее ускорить, либо сузив расстояние между ключами, либо просто увеличив движение в последнем ключевом кадре. Так, ну сейчас очень сильно. Ну вот да, примерно что-то такое. И можно, я думаю, здесь больше 10 тысяч, правда, не получится. Ну ладно, давайте оставим так, как есть. Сдвигается и сдвигается. Так, возвращаемся в главную композицию. Где она у нас? Вот. И теперь последний файл, вот этот вот верхний, я перезаменяю на измененную заготовку. Сальтом тоже удерживаю и перетаскиваю на название. И вот теперь верхний у нас, видите, имеет градации серого, белого и черного. Можно сделать соло. И вот теперь уже эффект Triton сработает. Опять же, Triton работает точно так же, как CC Toner. У вас есть три оттенка. Белые, серединные и тени. И вы их разукрашиваете. У меня были следующие значения и следующие цвета. Здесь было 2E33FF, такой вот контрастный синий. Посередине FF0078. Окей. И здесь был 38FF4B. Окей. Так, снимаем галочку соло. И получаем вот такой оттенок. Да, и на все это дело я еще накинул glow эффект, чтобы немножко подсветить. То есть тут я использовал стандартные значения, ничего особо не менял. И вот такая вот композиция в итоге у меня получилась. Ну и последнее, что я сделаю, это покажу, как я стилизовал свою финальную композицию. Уже в таком разборочном варианте. То есть повторять мы один в один не будем, потому что урок и так большой получается. Очень надеюсь, вы сможете допилить уже все самостоятельно. Итак, вот у меня моя итоговая композиция. Здесь все то же самое, как и у вас. Точнее, как и у нас в композициях. Куча текста, камера, три подложки из вот этого микса. Ну еще наверх я накидал тут всякие шурешки в виде мелких элементов. На самом деле это просто куча различных вот этих вот карт, которые мы с вами генерировали. Мною смэпы, видите, они просто отмасштабированы. Вот такими вот кусками расставлены. И по-разному повернуты. И я их тоже раскидал здесь в моей композиции, в моем пространстве. И немножко разукрасил с помощью эффекта фил. То есть тут все банально просто. Вот. И теперь возвращаясь сюда, в главную композицию. Вот так вот выглядит у меня на выходе. То есть я постарался добиться, чтобы у меня не было, точнее минимальное количество вот таких черных пятен было в композиции. Поэтому пришлось подгадать вот этот вот момент во времени. Поэтому я сюда и маркер и поставил, который меня устраивает. Потому что на каждый, еще раз повторюсь, на каждый кадр здесь генерируется отдельная карта с шумом. Видите, компьютеру уже приходится немножко подумать, прежде чем он обновит интерфейс. Вот. И они уникальны и по цвету, и по расположению всех вот этих вот маленьких элементов. Ну, вернемся обратно. Далее я начертил вот такую вот черно-белую карту. Как я это сделал? Если сюда зайти, то вот давайте посмотрим. Первое, что я сделал, это у меня обычный градиент рэмп. Две точки черно-белые. Вот так он выглядит. Потом на режиме наложения Add я добавил еще один, чтобы сделать белое поярче. И еще один. Вот. Но теперь мне не понравился вот этот вот момент перехода. Он очень контрастный, очень заметный. Поэтому я добавил сюда Adjustment Layer с эффектом Fast Blur вот на 206%. Нажали, и у меня немножко все это размылось. Ну и напоследок просто черный слой вот с такой вот маской. Видите, я вырезал, и у маски Feather на 500 поставил. Все, получили такую черно-белую карту. Теперь я эту черно-белую карту буду использовать вот на этом Adjustment. Здесь у меня Adjustment состоит из эффекта Glow, обычного эффекта, стандартные настройки, 50-10 единиц. Здесь, по-моему, единственное, что я изменил, это вот 50. Было в оригинале 60. И здесь вот эффект Camera Lens Blur, у которого как раз во вкладочке Blur Map я указал вот эту черно-белую карту, которую мы здесь сгенерировали. И теперь по ней у меня будет происходить размытие. Если я сейчас ее выключу, а включу Adjustment, то вот мы получаем такой яркий, красивый, сочный кадр. То есть вот без Camera Lens Blur, видите, тот левый уголок у меня достаточно сильно сфокусирован. То есть сейчас все в фокусе, смотрится не очень естественно, не очень красиво. Поэтому добавляем Camera Lens Blur, с ним сразу же все получше. Можно даже чуть-чуть побольше его поставить, где-нибудь 8%. И вот тоже Glow без него. Так, немножко подвисает уже. Но у меня и на Mac подвисал, поэтому ничего удивительного. А на моем ноутбуке-то вообще старом просто все висело. Хотя композицию именно на нем я делал, потому что в отъезде был. Так, включаем Glow. Так вот все выглядит. Далее у нас идет Adjustment, цветокоррекция. Здесь идет первый слой с кривыми. Давайте сейчас включим его. Так, вот такие вот кривые. То есть видим здесь маска, по которой посерединке вырезается этот эффект с кривыми. Сами кривые выглядят следующим образом. RGB. Вот так вот. Можно побольше вам сделать, чтобы вы все это заметили. Red практически без изменений. Green тоже прямой. И Blue опущен чуть-чуть вниз. И вот мы получили такой эффект. Плюс саму маску. Смотрите, чтобы применить маску на эффект, вы должны раскрыть здесь ваш adjustment, раскрыть эффекты, найти тот эффект, на который вы хотите применить вот эту вот начерченную маску. Раскрыть его и нажать плюсик на Compositing Options. И вот здесь вот видите, у вас написано Mask Reference, Mask 1. То есть он сейчас берет первую маску и использует ее как маску на эффект. Не на сам слой, а именно на этот эффект. И маска у меня размыта на 500 пикселей. Потом я эту маску продублировал. Здесь можно их Ctrl-D спокойно дублировать. Вот. И здесь вот указал у второго эффекта Mask 2. И все. Здесь тоже все размыто. Так, давайте посмотрим, что у нас на втором эффекте. Это тоже кривые. То есть первый эффект. Вот. Вот второй эффект. Здесь они просто чуть-чуть по-другому выглядят. Синяя полоска. Зеленая. Без изменений. Красная чуть-чуть опущена. И RGB. Вот. И в итоге мы получаем вот такую вот картинку. То есть здесь уже эффект очень сильно сказывается. То есть вот до и вот после. Ну и в качестве финала это обычная виньетка. Во множестве работ употребляется. Просто по краям небольшое затемнение. И получили вот такую вот сочную картинку. Что ж, друзья, давайте подводить итоги нашего урока сегодняшнего. Мы, в принципе, собрали достаточно неплохую композицию. Надеюсь, выучили какие-то новые для себя фишки. По крайней мере, в интернете я похожих уроков не встречал. Хотя много посмотрел по всяким гличам и прочему. Вот. Так что, надеюсь, что-то уникальное для себя подчеркнули. По поводу ноутбука. Хочу сказать, что отлично себя проявил и в After Effects, и в Cinema 4D. Вполне себе комфортно, опять же, работать. Так что, как вариант, например, аналог MacBook Pro спокойно можете рассматривать вот эту версию. Он и дешевле будет, и по всем характеристикам гораздо мощнее. Ну и в конце я покажу небольшое сравнение рендера этой штуки на Mac Pro с процессором Xenon и здесь с процессором i7 7-го поколения. Посмотрим, как они у нас справляются. Оба компьютера справились с рендером примерно за 16 минут, и ноутбук в итоге даже обогнал Mac Pro на 10 секунд. Незначительно, но приятно, конечно, с учетом того, что, повторюсь, это ноутбук. Сравниваем со стационарным. Так что советую присмотреться к данной модели. И в конце вы сейчас увидите финальное время на 3 секунды рендера этой композиции. Что ж, друзья, с вами был Михаил Бычков. Увидимся с вами в новом уроке. Всем пока и удачи!